Преподаватель решил провести экзамен на такую тему. Сколько сегодня будет идем? Каждому человеку он ставит или пять, или два. Никаких промежуточных оценок не бывает. И смотрите, какая история. Студент говорит, что его точки зрения сегодня будет всего, там, столь вверх. И преподаватель после этого говорит оценок. После того, как все это сделали, да, причем слышно это, все знают, что студент сказал, и все знают, какую оценку преподавателя поставил. После того, как все это проделали, либо у студентов нет этой идеи, и все получили пятерку. А если кто-то получил двойку, но при этом он ответил правильно на вопрос преподавателя, то он, соответственно, вызывает начальника, там, подает апелляцию, и если вот так произошло, что кто-то получил двойку, а он при этом на самом правильном сказке, то ставит пятерку всем. Не только ему, но и всем. Просто экзамен объявляют неправильным, несправедливым. Всем ставят пятерку и на это расходятся. В реальной жизни, конечно, такого никогда не бывает. Всегда, когда апелляция, то меняют оценку, кто-то к тому, кто ее продал. Но у нас такая суперсправедливость. Мы добиваемся абсолютно идеально. Задача. Как студенты могут победить преподаватель? Да. Отлично. Все студенты договорились сказать, что у всех у нас будут пятерки. Преподаватель поставил им все двойки. И радостно сказал, что вот никто не угадал. Все хорошо. Последний путь. Продолжение. Сейчас. Нет. Продолжение просто. Сейчас я замечаю по часам три минуты. Через три минуты тот, кто считает, что у него есть решение задачи, выходит в доске. И потом по очереди. Потому что, значит, будет бархат. Все. Я засекаю время. Нет. Отпустите руки. Отлично. Я уверен, что у вас на самом деле ничего нет. Отпустите руки, пожалуйста. И порешайте задачи. Не траги, не пишите. Пожалуйста. Проверьте свое ответ. Проверьте, проверьте, проверьте. Потому что всегда, когда я делаю такие вещи, что? Нет, нельзя. Дорогие мои. Практически всегда, когда такие вещи я делаю, выстраиваю это G20, и у нуля человек есть решение. У вас огромный энтузиазм поднять руку в школе. И ни малейшего желания проверять свои мысли. Пожалуйста, я сейчас учу. Вы обдумываете. После этого я готов дать вам слово, но, извините, я не готов слушать лупость. Как только человек будет говорить лупость, мы сразу не забываем. Да, и если, получается, кто-то уже расстанавливает, то есть вы где-то задаете? Не надо, не надо парить первого процесса. Можно садитесь, если кто-то тоже не сказал. Да. Да. А где стоит оценка? Да, где стоит оценка? Давайте стоит оценка так, как хочет. У нас есть как группа студентов, которые хочут в любом случае выйти. Так, чтобы вам было веселее, давайте считаем, что те их разговоры преподаватели горд слышат. Они совершенно от него не скрываются. Это такая игра между преподавателями и группой студенткой. Все знают, что это еще не кто, да? Как должен выглядеть вступительный экзамен на разные факультеты. Ну, например, на математический факультет. Все понятно. Дали задачу, надо решить. В институте, где учат будущих электротехников. Ну, все просто. В аудитории выключен свет в чине. Правильно? В медицинский институт. Все просто. Один из преподавателей, кто падает опором, его надо вылечить, да? Педагогический как? Все очень просто. Приемная комиссия местится? Надо ее успокоить в задницу. Простой экзамен в первом институте, правда? Не, первоклассник неинтересно. Первоклассник легко. А вы приемную комиссию сумеете взять? Представьте себе, вы приходите, там, не знаю, 5 человек, приемная комиссия, и каждый во сколько раз, там, кто прыгает, кто идет, кто... Да, кто на столе сидит, кто еще... Сумеете. Все. Те, кто считают, что решили задачу, прошу к доске. Очередь дойдет до всех. Очередь дойдет до всех. Но, извините, если я начинаю говорить, как бы моя глупость, то вы должны сами себе. Пожалуйста, те, кто считают, что решили. Будьте добры, выйдите, вот там вот стоять. Но после этого я уже никого спрашивать не буду. Сейчас выходят все, кто считают, что решили задачу. Если все скажут, что не будет пятерок, то если преподаватели не упадают все умойки, то тогда... Если студенты договорятся, сказать, что не будет пятерок, то преподаватель делает очень просто. Он первому студенту ставит пятерку, всем остальным бойки, и получается, что студенты не угадают. Нет, больше, прошу. Они договорились, что все будут двойки, и он всем поставил пятерки. И получилось так, что вы угадали, и у вас двое, и при этом они не доказали, что это не отличается приучить. А так, причем это отличается ничем. Вы сказали, что они должны договориться, сказать, что будет ноль пятерок. Он сказал ровно то же самое. Я объяснил, что вы можете снать это, приспокойтесь поставить, а сон пятерки всем остальным бойки, и получится, что... Что-то никто не угадал. Садитесь, мне решили. Мне кажется, что, например, половина студентов, которые скажут, что... Вы... Да. Половина студентов будет. А вы больше не решили. Половина студентов. Вы же так, кто-то есть. То есть скажут, что... Другой половиной студентов будет пятерки. мне нужно решение для любого количества студентов а если студенты скажут, что всем поставят а в результате весело и никто из них не догадался студенты могут говорить разные числа не обязательно, что все студенты говорят одно и то же число очевидно, что если они будут говорить одно и то же число ну и то же число а вторая и иногда что вы даст первый человек тот, который говорит, что у всех будет значит ему не поставить вы говорите, что половина говорит о том что, а половина говорит о том что, а половину получит не важно Вот так, это неважно, по очереди, по очереди, по очереди. Так, да, давайте я для того, чтобы установить этот поток одинаковых решений, повторю, как вы, чёрт возьми. Нет, нельзя уже, иначе вообще никогда не будет, хватит, чтобы остановить этот поток одинаковых решений. Преподаватель знает, по какой такте я против него действую. Поэтому, если они договорятся, то можно сейчас все, кто хочет идти, встанут и уйдут. Пожалуйста, уважаемые родители, кто хочет забирать или кто-то через 5 минут забирает, возьмите вы своих детей. Потому что там девочка собирается, там ещё кто-то собирается, так невозможно работать. Пожалуйста, кто сейчас, возьмите своих детей. Вот, я говорю, те, кто не возьмут, давайте будем на 2 часов, надо работать. Подумайте, посмотрите, уважайте все свои. Так легче. Давайте, давайте, давайте. Устраивайтесь, вот да, вот те, кто хочет, спокойно уйдите. Больше сюда не приходите, пожалуйста. Огромное просто. Здесь не для таких. Больше сюда не надо. Сюда приходят те, кто хотят пушиться. Так, сейчас последний раз я буду выйти к доске, иначе вы никогда не закончите. Давайте я попытаюсь объяснить, почему неправильное это решение. Потому что, если вы договорились, что там студент такой-то будет говорить такое-то что, и так далее, тем вдруг чисел от нуля по количеству студентов какого-то числа там нет. Отлично. Тогда пятого предавателя. Вот именно столько, сколько нет, сколько пятерок поставим. А между прочим, если, скажем, примерно 12, то чисел от нуля координатов. 12. Поэтому число, которого нет, преподаватель точно найдет. И вот столько ровных пятерок он их поставит, и получится, что никто не угадал. А раз никто не угадал, то все замечательно. Получается, что... ...правателем, то есть, там же есть число. Если они не будут говорить 12. А все остальные числа, я имею в виду, что три числа поставят все числа. То есть, число не надо было назвать. Это инициатива. Ну да, 12, да. 12 можно инициатива. То есть, надо сказать все числа будут... Я только начинаю подсказывать. Так, то есть, если все будут называть... А, да. Кольк подсказал, что все числа от нуля до... 11, да. От нуля до минус 1, если... Если они договорились, называют числа, то их все должны назвать. Вот. Но смотрите, господа. Даже если они договорятся. Если нет, то я думаю, что нет. Сколько у вас? 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Их 13 человек. Диагол. Чертого неужина, да? Так вот. Какой-то чертого неужина. И как-то они распределили числа от нуля до 12 между собой. Отлично. Но преподаватель знает, кто из них назовет... А зачем вы меня не совсем уши? Преподаватель знает, например, кто из них назовет число 3. И тогда он сделает очень хорошо. К тому из них, кто назовет число 3. Кто, кто говорил, захотел и твать число. Вот этому самому человеку. Он станет 5. Еще двоим границам стоит. А всем остальным будет. И вы же видите, получается, что вот догадавший... Поняли, да? Да. Так. Ухаживай решение задачи. Прошу. Кромче. Что? Кто поставит? Можно сказать... Что поставит? Кто поставит? Кто поставит? Чего? Понятно. То есть, вместо того, чтобы отвечать студент, начинается у нас общий платить. Сколько пятерок будет поставлено на этот экзамен вопрос? Ответ. На этом экзамене будет столько пятерок, сколько вы поставите. Нет. Ну так можно, но... Один человек говорит, что будет одна и другая, а все другие говорят, что будетT 너� computer, да? Отлично. Это невозможно. Отлично. Один человек говорит, что будет одна и другая, а все другие говорят, что будет ноль. Отлично. Преподаватель ставит всего две пятерки. Послушайте наш геолог. Не пытайтесь свой помнить любой ценой. Поймите, что здесь происходит. Не надо повторять нервные решения. Поняла, почему не верно? Если ваша стратегия не зависит от поставки депутата, то она не может помочь. Стратегия должна как-то зависеть от поведения преподавателя. Преподаватель смог в ответ на это сделать так, что не все будут пятерки. Два черепа будет своя стратегия. Все будут говорить, что он будет ноль пятерки, а публики будут сейчас на две стратегии. Все будут говорить, что ноль пятерки. Пучитель поставит одну пятерку, и вы видите, что у вас на самом деле будет. Преподавление должна зависеть от поведения преподавателя. У меня либо нет. Либо это... Снимает. Да, да, да. Либо это задача не решает. Опять, это важные голосовские вещи. А кто став эту задачу либо имеет, решение либо не имеет. Если она имеет решение, то, наверное, мы будем его найти, мы будем идти его ищите. Нет, это не был веселых шансов. Честное слово. Это решение, это реальная задача ментиматики. Ее надо решить. У этих студентов на самом деле есть способ. У них есть. У этих студентов зависит от двоих пятерок, которые мы уже поставили. Мне кажется, что... Первый человек сказать, что всего одна пятерка. Второй скажет, что две двоих. Третий скажет, что три пятера. Четвертый скажет, что четыре... Если вы займитесь с победителями, то давайте, посмотрите, У вас есть решение, воюя такая... Отлично, вот эти вот самые один диферки, давайте ставим. А всем остальным ставим в курсе. В результате, вы правились с различным актером, военем, и вы имеете в виду, и вы имеете в виду больше всего. Вы говорите, да, двойками идем, потому что у студентов шанс не выигрыш. У студентов шанс не выигрыш. Понятно? Даже вам помню. Я не считаю, что вы не понимаете, что вы не пустите все двойки. И это, наверное, неправильно ответить. И первый человек получит идиот, а все остальные двойки. Очень хорошие. Егор, вас кончилить сделать, чтобы у всех были пятерки. Вы говорите, я добьюсь, что у одного пятерка остальные пьут. Не, оно, конечно, спасибо. Оно, конечно, спасибо. Это не было. Но это не то, о чем вы договаривали, да? Это, ну... Да. А если бы предположить то, что каждый человек от 0 до количества учеников, то если нет, то придется оттенять правильные ученики. Нет, нет, нет. Нет, нет. Есть 10 учеников. Они договариваются так, что 5 учеников скажут, что это 0-5, а вторые 5 учеников говорят, что 0-2. Преподаватель ставит 4 пятерки. Производим порядок. 4 пятерки, 6. А результате никто не указал. При этом не у всех. Пробую все. Понятно? Прямо ладно. Мне кажется, что один человек скажет. Нет, взять. Взять. Нет, я приду. Взять, пожалуйста. Я вам. Иначе это занятие будет до бесконечности. Мне кажется. Да, да. Очень важно, что... Мне кажется, что это будет. Да, хочется, что важно, что они не слушают их. Вот они стоят. При этом, честное слово, на самом деле, у всех была практически одна и та же. Но они это не слышали. Знаете, есть такой видос. Идет проводник поезда, и пассажир спрашивает. Скажите, пожалуйста, а следующая остановка Рязани? Нет. Следующая остановка не Рязани. Да. Поняли, да? И человек считает, что следующая остановка зависит от того, какой пассажир. что для одного нельзя, не произвело такое пассажир. Вот, да, можете менять и понять. Да? Если какое-то решение неверное, то оно неверное. Не потому, что оно для вас неверное, а потому, что оно неверное. Это, в смысле, неправда. Да? Это не потому поставили во минусе за эту задачу, что вот к вам Бог относится, а потому, что решение неверное. Итак, пожалуйста. У нас не говорили, что один человек говорит, что будет одна летёнка, а все остальные говорят, что будет вся боль. У меня, говорят, наоборот. Один человек скажет, что будет обратной, все остальные скажут, что будет вся летёнка. И если давать, оставить, а будет боль. Потому, что все, кроме одного, говорят, что вообще перед нами все будут идёт. А один человек говорит, что будет одна двойка, и все идёт. Да? Отлично. Раз, так и трудовато. Ставить всем двойки и говорить, что не угадали. Да, хорошо. Я знаю, на страничке будет написана верная информация всегда. Ну, насколько мы можем сделать. Ну, что же, верная информация всегда, когда ты приписываешься к полиции, ну, как лучше, не просто, ну, Бог, да. Ну, и вот, и правда, и кое-какую правду. Я думаю, что не замечательно, но боюсь, что всё-таки не совсем, да? Скажем, мы пытаемся говорить правду. Да? Я не понял, что первый студент скажет, чтобы всем оставили боль. Да, сказал. А все остальные получили боль. Родители, спросите. А родители, спросите. Родители, спросите. Дело хорошее, но всё-таки там умные другие задачи решать. Господа. А нет, а спрошу. А спрошу. Ребята. Ваши. Они, конечно, умные, но на самом деле они не обязаны уметь решать все задачи. Кстати, в этом нет ничего стыдно. Когда что-то не умеет решать какую-нибудь задачу, это вовсе не означает, что он плохой. Есть даже такое замечательное выражение. Тренер по крышкам в высоту совершенно не обязан сам принять. Он просто должен сказать, что есть, вот там все планы в высоте тренера. Вот замечательно. Вот в теории, если должен там так-то развлекаться, так-то толкнуться, там перелетить. Вот. А сам тренер может вообще на инвалидном месте сидеть, и от этого будет иметь замечательный тренер. Я не обязан решать задачи. Я должен учить их решать. Правильно? Вот. Замечательно. Так вот, уважаемые взрослые. А кто решил? Отлично. Рассказывайте. Давайте, давайте, быстрее. Сейчас, приходите, и победите тоже. Тринадцать, да? Если человек, вроде бы говорится, что он будет выстроиться по номерам, соответственно назвать последовательность 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, так? Отлично. 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 Всем остальным он задает бойки. А у нас же по условия, тот, кто получил пятерку, может давать пятерку? Нет, он может подать напелярку. Но раз он подает напелярку за то, что одна пятерка, то комиссия проверяет. Одна пятерка. Значит, он угадал ответ, ему поставили пятерку совершенно правильно. Ага, давайте просто выходим. Это на первом занятии. На следующем занятии такого не путаем. Апликацию могут подставлять только двоечку. Пожалуйста. Пишина. Если один человек, начать с того, что ты единственный человек, он говорит, что он получает пятерку, он в этом зале заканчивается. Он нам нужно подводить, что он получает двойку. Ну да. Если ему ставят пятерку, то он счастлив. Если он получает двойку, то он говорит, что он угадал, и поэтому ему на счастье присправляют проценты. Я думаю, что в последующем и в любом количестве народу там следующий отвечающий может попасть в точно такую число. Он знает, что это звучит от нее. Да. Если первый сказал. Ну, это экономическое значение для него. Да. Вам можно сказать, что это? Что он получит двойку, если все экономические правила, то и наоборот. Да. Конкретный вопрос. Представьте себе, что у нас есть тринадцать человек. Скажите, тот из них, кто самый клиент? Да. Какое число нужно. Отлично. То есть, у нас есть тринадцать. Давайте еще чуть-чуть пронумерую. Ноль, а я это даю. Нет. Ноль. Давайте я. Тринадцать человек. Так как в России. Тринька. От одного до тринадцати. Да? Да. Итак, представьте себе, что первый человек сказал, что будет ноль пятер. rep3. Теперь, что в ответ сделает? Преподаватель поставит ему пять, не стоит тринадцать человек. Преподаватель поставит ему два. и поставить всем остальным пятерки. Смотрите, какая забавная история. Все остальные апеллировали безумно. Потому что, если так, пятерки от пятерки не жалуются. Этот сказал, что будет 0 пятерок, а пятерок на самом деле 12 штук. Значит, он не угадал. Поэтому он тоже апеллировать не сможет. И вот у нас есть студентскую группу. Так что называть число 0 нельзя. Так? Отлично. Ну давайте, не будем дальше звать никого. А давайте мы с вами решаем. А вот скажите, а что еще опровергается вот этой стратегией? У преподавателя есть простое стратегия. Поставить сразу двойку. Потом, ни о чем не думать, все поставят пятерки. Смотрите, в каком случае эта стратегия сработает, в каком она сработает. А вот в каком. Если вот здесь любое почтишее число, то получается, что эти не могут жаловаться. Согласны? Замечательно. Эти не могут жаловаться. А этот не может жаловаться, потому что он не угадал. То есть в каком случае это стратегия у преподавателя не сработает? Так. Если он скажет, что одиннадцать методов. Что? Двенадцать. Двенадцать методов. Двенадцать? Двенадцать. Отлично. Значит, ребята, помните, пожалуйста, это очень важный шаг. Невозможно студентам выиграть или преподавателя, если назовешь любое число, кроме двенадцати. Как только называешь что угодно кроме двенадцати, преподаватель раз применяется для себя, и он выиграл. Значит, единственный шанс это такой, назвать, мы поняли, какой ход первый обязан сделать студент. А вот теперь, перед тем, как мы решим задачу, надо, чтобы все присутствующие, ну а все присутствующие знали бы, что такое ингурция.